Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня у нас очередная кухня инфодайинга, и мы поделимся, что же происходило с нами и у нас, на этой кухне, на этой неделе. А на этой неделе у нас главным событием было коллективное погружение дети. Это погружение было полностью открытым, доступным для всех желающих, для всех, у кого есть дети, больные или здоровые, для всех, кто хотел разобраться в родительско-детских отношениях. И вы знаете, погружение было на самом деле жестким, оно состояло из трех этапов, и каждый этап осознавался отдельно у родителей, и он привел к очень большому количеству обратной связи. И обратная связь начиналась обычно вот так. Добрый вечер! Хотела вас поблагодарить за коллективное погружение о детях. Прошла я его в записи сегодня под впечатлением, огромным колбасит, нахожусь как в прострации. У меня вообще сначала случилось отторжение на эту загрузку, на фразе, что ребенка больше нет. И пошло, пошло, пошло. А дальше слезы сопли, дальше осознание, и дальше перемены. И дальше перемены, которые ведут к переменам в ребенке. И таких сообщений пришло очень много, очень много пришло благодарностей. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете и благодарите. Мы тоже стараемся сделать максимально эффективными наши загрузки и нашу работу. Меня очень сильно порадовало в обратной связи, что родители наконец-то осознают, что для того, чтобы у них действительно случались перемены, им надо работать не только через практики, которые там зеркало, легализация чувств и так далее. Для этого нужны и коллективные погружения, и практикумы, и курсы. Ведь не просто так мы их оставляли в записи. Мы их писали и для себя, и не для себя. Потому что мы их повторять не планируем. А человеку все равно надо развиваться. И до многих моментов, до которых мы доходили долго и упорно, человеку самому прийти сложно, потому что больно. Потому что внутри больно. И внутри непозволение. Да. А непозволение внутри есть... Жалко денег на себя потратить, раз. А с другой стороны непозволение вот этих перемен. Это же сперва звучит как сумасшествие. Вот как люди пишут. Как это я имею вторичную выгоду от болезни своего ребенка? Я такая хорошая мать. Да и не каждая мать решится, на самом деле, сама посмотреть тот момент, если ребенка вдруг не стало. Не каждая мать на это решится сама. Это больно, это страшно. Но смотри, как четко была подсвечена вторичная выгода человека. Конечно. И там было очевидно. Вот как ты проживаешь, и заметь, все прожили по-разному. Вот в каждом письме один проживал так, один видел пустоту, никчемность себя. И даже вот два письма с одной семьи было у мужа и у жены диаметрально противоположное восприятие. И это здорово на самом деле. Мы все разные. И мы все по-разному восприняли. И нет правильного или неправильного решения. Есть решение, где вы видите свою вторичную выгоду в болезни ребенка. И это ваша вторичная выгода. И не надо ничего придумывать. И не надо бегать по бабкам и искать какие-то варианты, кто вам чего нашепчет на ухо. Вы сами разобрались с собой. Меняется мама, меняется ребенок. Так всегда. Да. И папа дает согласие на то, чтобы ребенок поправился. Потому что в папе тоже должны произойти изменения и трансформации. Не просто так и папа. У папы ребенок больной. Не просто так. Ну вот, кстати, я сейчас зацепила тему. Меняется мама, меняется ребенок. А у нас на этой неделе была очень интересная работа. То есть мы заметили, что мама меняется. Мама меняется и достаточно сильно меняется. По сравнению, как мы общались с ней пару месяцев назад и сейчас, это разные мамы. И в то же самое время нас удивило, что у ребенка как будто дергания такие. То есть он хочет меняться, и потом как откатывает. Хочет меняться и откатывает. И мы эту маму взяли на 14-дневку. То есть мы 14 дней непрерывно работали. Каждый день искали, где же поломка у ребенка. Потому что по нашим, как мы видим, ребенок уже должен был измениться. У него произошли перемены, но эти перемены недостаточны на те изменения, которые произошли в маме. И мы начали искать, и мы открыли одну сумасшедшую просто тему. Открылась она случайно. То есть... Абсолютно случайно было. Именно работая, работая с ребенком, мы работали. Мы работаем с мамой. Нет, мы с мамой тоже работали. Но открылась через ребенка. Там была такая интересная история. Мы ребенка оставим перед зеркалом. То есть подсознание и надсознание должны выстроиться. Ребенок должен видеть себя в зеркале четко. И с одной стороны, и с другой стороны. А я понимаю, что нету отражения. А там отражение. Там мутное пятно. И самое интересное, за этим мутным пятном находится пустота. И из этой пустоты качается информация в надсознании. То есть это из подсознания. В подсознании пустота. Качается информация в надсознании по миссии ребенка в жизни. Вот у нас тогда был вообще шок. То есть вообще миссия у человека, чтобы вы понимали, не у всех людей есть миссия. Это действительно очень сильные души. Это действительно люди, которые... Люди, которые идут в эту жизнь под задачу. Под задачу. Да, под задачу. И тут у этого ребенка он приходил со своей задачей. И задача конкретная, адекватная на здорового ребенка. И это выкачивает его подсознание. И криком кричит, что это должно проявиться в жизни. То есть ребенок всеми силами за то, чтобы измениться. И вот это мутное пятно. И мы не понимали, так что же происходит. Мы не знали, где искать. Мы с таким впервые столкнулись. И мы каждый день, вот благодаря вот этой 14-дневке, мы каждый день, мама нам писала, честно работала с нами. И каждый день мы искали здесь коррекция, здесь. У ребенка там и гнойные процессы в глазах пошли. Мы видели, что он просто видит родителей через призму гноя. Еще там много было побочных эффектов мистических, которые врачи там, о, это на весну конъюнктивит. Ну, просто совпала работа с весной. Это не об этом вообще была речь. Но когда... Мы конкретно видели и гнили, и муть. И гнили, и муть. Мы не могли разобраться. И вдруг, в какой-то момент, мы обычно надсознание в последнее время не трогаем, потому что если ты в подсознании все выстроил, оно как бы автоматически выстраивается. А тут мы пошли конкретно в надсознательную часть, потому что она автоматически не выстраивалась. И знаете, мы столкнулись с такой штукой, вот чтобы было понятно. Вот если у вас есть фотоаппарат с оптикой, и вот эта оптика выстроена на заводе, выставлена правильно, или видеокамера, и там выставлены правильно заводские настройки. И вот вы давали какому-то кулибину, и этот кулибин взял и заводские настройки посбивал. И вы потом отдаете в гарантийную мастерскую и говорите, вот здесь надо что-то поправить. И они выставляют вроде все как по заводу, а оно не собирается в фокус, не работает. И выясняется, что там грязными ручками наляпали грязных пятнышек на стекла с той стороны, где их не должно быть априори, где все должно быть стерильно. Вот примерно такая же история у нас случилась у этого ребенка. И мы в надсознании, когда мы увидели, что там поломано надсознание, сразу запрос, что это такое, что за фигня, этого быть не может. То есть априори этого быть не может. И выплывает образ, что мама обращалась к человеку. Образ шел мужчины, худощалого, небольшого. И вот обращение к этому... Мужчина шел, да, образ... Силуэт. Силуэтом, да. Мы не видим, что худощалый мужчина... Ну вот как. Силуэт. И что там были какие-то магические ритуалы, которые были связаны с какой-то темой. Ну, для нас она... Мы когда говорим ритуалика, да, мы все-таки ее связываем больше с черной магией или с церквями. То есть какая-то вот такая фигня. Да, да, одно и то же, в принципе. Одно и то же, да. Мы матери написали, были ли у вас обращения там к какому-то мужчине, дайте нам обратную связь. И от обратной связи мы были в шоке. Да, были. И маме было рекомендовано сделать обряд там по десяти церквям, собирать какую-то воду. Мама не хотела этим заниматься, даже требовала там возврата денег с человека. То есть, ну, там была своя история. Оказывается, была. Оказывается, была такая история, но надсознание уже было поломано у ребенка. И вот этими всеми обрядами вещами, потом опять-таки ей рекомендовали какими-то травами поить ребенка. Я к травам вообще очень аккуратно отношусь. Понимаете, трава – это лекарственное средство. Это дело серьезное. Это набор химических элементов. И даже на себе попробуйте. Вот выпьете вы того же самого чая, заваренного на липовом цвете, и вас бросит в пот. То есть, ваше потоотделение усилится, и значительно усилится. Даже у пота может запах специфический появиться. Так работает, казалось бы, самое простое – липовый цвет. А если вы еще возьмете сбор каких-то дополнительных трав, не у всех почки выдерживает, не у всех печень выдерживает. То есть, это все очень индивидуально. И надо к травам подходить крайне аккуратно. Но вот в данном случае все это вылезло на поверхность при работе. Но что мне понравилось по результату, вот эти 14 дней, сегодня мама написала, что ребенок, она очень сильно нас благодарит, что у ребенка включилась осознанность, что ребенок сам разбирает вещи после бассейна. И ей уже говорит, что как же мы завтра пойдем, если вот у нас не высохнет все. То есть, пошел анализ, пошло продумывание наперед, то есть, ребенок включился. А мы благодаря этому смогли выставить его над сознанием и подсознание, и пошла работа. И для нас это еще был такой опыт. Мы-то на самом деле сейчас немного мам добавляем в чат мам, потому что все больше работа у нас, консультации подорожали, и далеко не все люди могут позволить их себе, и мы не просто так повысили цену, потому что нам нужен быстрый результат, и не все люди хотят, чтобы их имя фигурировало в чате. И те клиенты, которые к нам обращаются, они совсем не хотят, чтобы их фамилии где-то звучали. Потому что, как правило, это люди бизнеса, люди определенного социального статуса. И здесь нужны быстрые результаты, нужна конкретная работа, жесткая работа, они согласны на жесткую работу, но она должна иметь быстрый, проявленный результат. Поэтому на сегодняшний день мы вот этот формат 14-дневный уже практикуем плотно в работе, выводим быстро в результаты, быстро включаем сознание, но мы за то, чтобы все-таки до того, как к нам мама обратилась, мы сразу требуем, чтобы были прочтены книги, чтобы человек вник в тему, чтобы человек понял, что ему надо будет меняться, что здесь не будет волшебной палочки, что-что-что. Чтобы человек подошел с определенными знаниями. Чтобы определенная степень готовности была. И тогда будет результат. Про определенную степень готовности, вот опять-таки, вот цепляешься каждый раз уже за слово, перейду к следующему нашему событию на этой неделе. Определенная степень готовности. Мама учится, у нас уже не один курс брала, и была очень интересная история, и, наверное, вот те, кто сейчас будут слушать, и те, кто учился у нас тогда, это был курс из глубины, деньги из глубины. И там была история со сгоревшими, со сгоревшей пилорамой, там сгорели дети. Что-то там такое было, и мы у мамы в подсознании закрыли эту историю, потому что у нее по истории она все проживала, проживала потери детей, увечья детей и так далее. И уже эта пилорама уже ей вот так стояла на повестке дня у нее и в этой жизни пилорама. В общем, прикольно, подсознание выдает такие штуки, но это было полгода назад. У мамы полгода назад мы в подсознании убрали эту историю. И вот, когда эта вчера история развивалась, очень интересно, вчера буквально мама утром пишет, срочно помогите, несчастный случай на пилораме, сын пострадал, и там есть травма, серьезная травма бедра. И они ехали к врачу. Они ехали к врачу в травмопункт. И вот мне информация поступила тогда, когда я была за рулем, и Ирина тоже была за рулем. Но интересно, что Ирина как раз парковалась, а я только выехала. И мы начали работать прямо в движении. То есть Ирина остановила, припарковалась в машине, загрузилась, а я ее вела прямо в пути. Водительский транс иногда тоже помогает делать такие штуки. Так вот, интересный момент всплыл. Мы даже не смотрели, что у него было по факту, чтобы вообще не впечатывать своим сознанием травму. И мы сразу начали создавать. Мы начали создавать сильный ушиб с гематомой. То есть и у нас настолько, то есть создание шло настолько, что вы просто знали, что там ушиб и... Ушиб и гематома. И я в какой-то момент тоже припарковалась, остановилась на трассе, написала, что держите внимание ушиб с гематомой, все делать на то, чтобы ушиб с гематомой. Тем более у мамы уже была база знаний, практик, как работать. И маме сказали, у сына есть вторичная выгода лечь. Лечь и ничего не делать. Потому что ему эта работа вообще никак. То есть его подсознание требует лечь. И маме сказала, вот если вы проработаете вот эту тему, то тема может закрыться. Но удивительно, в тот момент, когда мы говорили, когда я уже писала ей, и потом она звонила, уже был сделан рентген, и рентген зафиксировал перелом тазобедренного сустава. И их уже отправили в больницу на то, что там нужна будет операция, там надо будет. И их уже перевозили в другую больницу. Вот в этот момент. Когда писали. Когда писали, да. И вот мы с мамой были на связи, и мы все равно настаивали, держите, ушиб, держите внимание, ушиб и гематоба. А мама молодец, она готова. Она слышит. Она доверяет. А у мамы история полгода назад закрыта. Теперь осталось закрыть детей. То есть вот это тоже получается. У одного закрыл, а у другого-то еще не закрыл до конца. Их надо доделывать. Еще неизвестно, сколько звенья в цепочке еще вылезет. Потому что это же полностью сход, смена историй, смена событий, смена цепочек. Смена цепочки, да. Вот. И мама держала внимание на ушибе. И во второй больнице новый рентген не показал перелома. Представляете? И вот теперь смотрите. Это чудо. Казалось бы. Разбежка в несколько часов. Снимки. Одни врачи говорят одно. Очень уважаемые, авторитетные люди. Им доверяют. Это же все. Это рентген показал. И там тоже уважаемые люди. Им тоже доверяют. Там рентген показал. Но между ними было время, когда закрывалась история. Так вот, если бы у мамы до этого, за полгода до этого не была закрыта история, то это чудо было бы невозможно. А так как у мамы история была закрыта, то осталось закрыть у сына. и история стала возможной. И это реальный случай. Но этот случай говорит о том, что полностью наше сознание создает реальность. Другой момент. Если у нас уже сюжетная линия запущена из фильма и говорит вот такой расклад, и фильм уже здесь не переделаешь, уже он крутится, уже вы как белка в колесе бежите, то есть вещи, которые изменить нельзя. Их можно сделать просто легче. Ну, более комфортное проживание. А есть вещи, когда ты у мамы уже зарядил другую кассету, и мама уже смотрит другой фильм, и тогда можно зарядить другую кассету и у сына. Но для этого сын тоже должен осознать, зачем ему ложиться. И там очень конкретно мама провела вот эту работу с сыном, и тема ушла в ушиб с гематомой. И они счастливые поехали домой. И они счастливые поехали домой. И сын будет лежать дома и думать, что ему не нужна больше эта лесопилка. И ему надо найти свою реализацию. Ему надо найти счастье в жизни. Ему надо найти реализацию, от которой он будет кайфовать и каждый день проживать в счастье, а не мучаясь и насилуя себя. И тогда не будет травм. И все истории завершены. Хэппи-энд. Вот к такой работе мы сейчас очень сильно стремимся. Мы нарабатываем вот этот практический опыт, когда мы просто в яблочко лупим, и результат проявляется молниеносно. И я немножко перебью. И, кстати, этот же результат очень хорошо будет срабатывать. Если маме какой-то вдруг с ребенком, маленьким ребенком, ставят, или хотят поставить аутизм, согласись, обратись в этот момент. Все не будет аутизма. И будет ошибка диагноза. Потому что чем меньше ребенок, тем быстрее можно перепрописать эту сюжетную линию. Потому что именно в этот момент голова матери вынесла авторитет из себя на науку, на медицину, на еще какого-нибудь хрена, который ни хрена не видит, не понимает. И ушла от себя. Она ушла от себя. Ее загрузили чужой информацией. И она пошла проживать эту ерунду. Тянуть чужой рюкзак. Ну, то есть рюкзак вообще мусора. За счет того, что она ушла от себя. Вынос авторитет. Вот смотрите, все наши загрузки, вся наша работа, почему у нас даже религия пытается там на нас наехать, но не может нас обвинить. Мы учим человека возвращению к себе и полностью вернуть авторитета в себя. Нет авторитета, нет вынесенного Бога, нет никого вынесенного. Ты хозяин своей жизни. Ты решаешь, что ты будешь проживать. Полностью ты создаешь свою жизнь. Никаких коллективных игр. Ты пришел сюда Богом. Так и будь Богом. Не будь бараном. Кстати, на эту тему тоже на этой неделе пришло интересное письмо. Ровно полгода назад девушка нам написала. Целый перечень. Кстати, могу сейчас открыть, чтобы мне было легче говорить на эту тему. И вот сообщение. Полгода назад жизнь настолько кардинально изменилась в лучшую счастливую сторону, что, оглядываясь назад, попросту диву даешься, как вообще можно было жить. И дальше все, что ушло по заболеваниям, там оргазм пришел, у дочери проблемы ушли, и как дополнительные бонусы отношения в семье наладились и так далее. То есть полный хэппи-энд. Полгода назад. И человек меняет работу и устраивается на другую работу. И все. Счастье пришло в дом. Но счастье было недолгим. Потому что в феврале случился вдруг российско-украинский кризис. И почему бы нам не сыграть в коллективную игру? И все стало плохо. И все бегут. И все фирмы уезжают. И все разваливается. И все плохо. Вернулись проблемы по здоровью. И начали возвращаться проблемы у дочери. И начала жрать как не в себя. То есть внимание поменялось. Все. Страх и спух. Все. Все плохо. Человек полностью из своей игры ушел в коллективную. В чужую. Ему подсознание выдало. Говорит, ну если ты овен. Ну да ты будь овном и болей, страдай, мучайся и живи в условиях стойла. А если ты хочешь быть богом, так включи мозг и скажи, а моя игра где? Я там играю? Я там куда-то должен лететь, уезжать? Я там где-то должен проявляться в вашей игре? Или у меня своя игра, своя реализация, своя семья, свое здоровье, свой муж, свой оргазм? Он тоже в голове происходит. Вот когда вот это все вместе человек складывает, у него получается выбор. Ты во что играешь? Ты пришел в рай, но ты будешь играть в рай или в ад? И если ты овен, ты будешь играть в ад. Но если ты бог, ты будешь играть в рай. Ты определись, кто ты. И не надо ничего придумывать. У тебя своя игра или у тебя нет своей игры? Все элементарно просто. И поэтому, когда мы получаем такие письма, я могу только написать все просто, втянулись опять чужую игру. Опять у вас коллективная виновата. Фирма уходит, будущее непонятное и несчастное. И поехали в ад. Где внимание, там и создание. Чего создали, там и живете. Как захотели страдать, так и страдаете. Берете ответственность, не страдаете. Не берете, страдаете. И вот смотрите, и вот в этой точке очень важный момент. Это вынос авторитета из себя. Вот когда человек выносит авторитетное мнение из себя, и неважно, вынес он бога, или вынес он ученого, или еще кого-то, он вынес. У него внутри в этот момент пусто. И в это пусто, там выросла капуста. И туда летит коллективная, все помои туда летят, не только капуста. Капуста как раз туда и не летит. Это та капуста, которая капуста. Она пролетает в небо. Но хочешь быть, хочешь жить счастливо, хочешь быть богом, возьми ответственность за свою жизнь. Создавай, управляй. Все сам. Если ты не умеешь управлять своим вниманием, то твоим вниманием очень хорошо управлять другим, коллективным. Да, вот пример, те же самые чаты, те же самые интернет и так далее. Вот, ты себе не создаешь, и ты сидишь, листаешь, как баран, брум-брум-брум, тиктоки, инстаграмы и так далее. А ты где? А тебя нету. И искусственный интеллект вместо тебя загружает в тебя мусорку. Предлагает тебе еще и... И создает тебе иллюзии. Вот... Спи, 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 ничего тебе делать не надо, ламборгини к тебе сама приедет, и к тебе самому свалится манна небесная, тебе работать не надо. Ну, что создал, то получил. Если ты спишь и ничего не создаешь, то коллективная тебе навалит мусора фантазийного, и ты будешь сидеть, как тот баран, и смотреть фильм чужой. Да, как я вижу иногда. Завяжите семь там этих узелочков, что-то, или семь фраз, которые вам прям деньги принесут. Ну, это то же самое, что оббегайте десять церквей, поломайте себе надсознание, и будьте инвалидами, и дальше спите дачи. Оббойтесь там водичкой, да, из десяти этих, да. Ну, вот оно. Куда внимание? Спи. Тут конкретно сон предлагается. Спи, 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 болван, зачем тебе просыпаться? Тогда о каком здоровье ты хочешь говорить? Тогда о каком счастье ты хочешь говорить? Болванам суждено страдать. Иди страдай, бейся башкой, страдай. Но это же выбор человека. Ты как хочешь, так и живи. Никто тебе не будет за тебя что-то переделывать. И поэтому, когда мы видим человека разумного, и видим, что у человека, кстати, вот эти поджопники мы не просто так даем. Потому что, когда вот так дал поджопник, человек в течение недели быстренько оторвался от диванчика и тык-тык-тык-тык-тык начал создавать. И смотришь, у него уже реализация нарисовалась. Смотришь, у него уже и еда под контроль пошла. Смотришь, и состояние изменилось. Смотришь, и начал расцветать, и оргазм пришел, и ребенок поправился, и так далее. Как только жопка от дивана отлетела. Поэтому мы очень великолепно раздаем вот эти вот поджопники для того, чтобы вы тоже двигались. Для того, чтобы в тот момент, когда вы втягиваетесь в очередную чужую игру, или когда вам хочется сбегать ко всем магам, колдунам, чтобы вам кто-то сказал, я там тебе сейчас опрысну святой водой, и ты сейчас поправишься, а я тебе скажу слово какое-нибудь веское, и у тебя все, во лбу звезда загорится, и видение заработает, и все знания откроются, и твой ребенок поправится. Так вот, чем больше вы бегаете, чем вы распыляетесь, у вас дома никого нет, авторитета нет. Вы авторитет вынесли, а вынести авторитет мы можем на что? На науку, на религию, и на жизнь. Она у нас такая кривая. Вот это наши три практикума, которые будут сегодня, в следующий понедельник, и потом еще один по расписанию посмотрите. То есть, три недели мы будем давать этот практикум. Почему? Потому что в этот момент личность рассыпается, дома никого нету, и туда заливается весь мусор. И если вы хотите вот эту мусорку у себя из башки убрать, и собрать там личность, добро пожаловать на практикум, потому что за вас никто этого не сделает. Потому что это ваша мусорка, и свой мусор в своем доме убирайте сами. Хотите быть здоровыми, будьте. Никто вам в этом не мешает, но это кусок вашего пути, который проделать вам самостоятельно. Но если вы побежали везде, 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 то ваше сознание, дом везде, 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 а дома никого нет. А дома никого нет. Особенно это касается... И тогда туда можно 10 церквей и святой водички. Особенно это касается мам, у которых дети аутисты. Мама и туда обращается, и туда, и туда. Готова на все. Она вот прям распыляется. То есть сознание мамы распыленное. Что мама хочет от ребенка? Ребенок-зеркало. Если распыленная мама, у ребенка может быть сознание здоровым? У ребенка работает только один механизм копирования. И первый, кого он копирует, это мама. Если у мамы никого нет дома, то что скопирует ребенок? Он то же самое скопирует. Тут нет вариантов, нет другого механизма. И сколько бы вы не пытались спорить, как тут на Ютубе со мной пытаются спорить, что я очень жестко все это дело даю. Ребят, а что вы можете поспорить? О Маугли. Вот посмотрите, эти эксперименты в истории были. Маугли попадает в стаю волков, будет полностью как волк. Попадает в стаю обезьян, будет обезьяной. Попадает в стаю людей, будет в стае людей. Но если он хочет быть Богом, надо, чтобы родители собрались и стали личностью, стали Богом. И тогда ребенок будет расти Богом. И тогда у ребенка сразу, если ребенка, кстати, сразу воспитывать, что его сознание создающее, то дети очень четко это понимают, и они учатся себе говорить стоп. То есть, когда идёт вовлечение не в свою игру, он останавливается и чувствует, надо ему или не надо. Я сужу по своему ребёнку, и ты тоже по своей дочке смотришь. Даже предложение. Едем на экскурсию, я спрашиваю, ты поедешь на экскурсию? И он раз останавливается. Мама, я чувствую, мне это не надо. Я буду с вами. И я понимаю, я полностью тогда принимаю его точку зрения. Он чувствует. Он чувствует, он исходит из себя. А иногда, наоборот, он говорит, да, но мне там будет интересно. И тогда да. Чувствует, что интересно, что неинтересно. Что мне надо, что мне не надо. Куда моё внимание уйдёт? Вот это вот невероятно. На самом деле, это управление своим вниманием, управление своей жизнью и создание осознанное своей жизни. А то, что про нас жёстко, что мы жёстко в яблочко, больно делаем, но жёстко и больно, да? На самом деле, смотрите, вот эта жёсткость и боль мы делаем так, чтобы не было возможности, мы попадаем в яблочко сразу, чтобы не было дельты на игру. То есть, сразу человеку правду, как есть, искренне, да? И игра сворачивается. И игра сворачивается. Не разворачиваются качели. А если начинать с человеком разговаривать, вот так, аккуратно, завуалированно, начинаются качели. Ну, так или не так, начинает игра. А за время этой игры подкатит ещё столько игр разных сюда. Ой, и мы тоже поиграем здесь, потому что человека ж нету дома. Вот. Хата пустая. Да, да, хата пустая. Вечеринка, да, вечеринка. Вот. Поэтому, да, больно, да, жёстко. Но наша жёстко, наша больно, это как вот просто в яблочко, прямо в самый центр попасть в сердцевинку. Это когда с подсознанием ты уже договорился, и подсознание говорит, всё, сворачиваем игру. Да. Потому что чётко разговор с нами. Да, убрана вторичная выгода. Убрана. Нету смысла подсознанию самому причинять боль. Но получается, так как единый механизм, этот механизм вызвать осознание у человека, если человек сам не вызывает его, не осознаётся, то в психике предусмотрен один механизм через боль. Поэтому иногда вот эта жёсткость, которая вызывает боль, ваше подсознание вызвало бы куда большую боль. Оно бы через болезнь заходило, и это бы было плавный вход. Мало того, это на года было бы растянуто. Да. А здесь есть возможность осознать. Самое главное, не оттолкнуть. Не сразу не отвергнуть. Это не обо мне. Вы не правы. Вы такие плохие. Примите просто. Примите. Это ваше право. Принять это или не принять. А вот спорить смысла нет. Это распыление. Это качели. Кстати, когда со мной спорят, я обычно перестаю писать. Потому что я понимаю, что информация отбивается, и нет смысла стучаться в закрытую дверь. То есть к тебе пришли, постучались, ты не ответил. Свободен. Кстати, классно. Здесь тоже мне ответили. Хлёстко. Спасибо. Ну, когда люди уже с нами работают, они знают, что не наша цель быть вот просто так причинять кому-то боль. Наша цель, чтобы вы услышали и изменились. Да. Потому что мы всегда в яблочко даём информацию в соответствии с вашим подсознанием. И вы тогда меняетесь, и подсознанию нет смысла вам причинять боль. И тогда у вас есть возможность вернуться к счастью. Просто включить мозг не на 5%, а добавить ещё 95%, и ваш мозг, он всё создаёт. Это вы всё создаёте. И не надо выносить ни на какую-то ответственность. Да, и никто другой. И ещё из новостей у нас на этой неделе. Ребят, наша платформа обновилась с Abrition.com. В ней появились дополнительные функции, даже изменился дизайн. Сейчас там изменится и наполнение текстовое. Оно раньше было всё под аутизм и под инфодайвинг. Сейчас вот я работаю над тем, чтобы переписать вот эти начальные все заставки. И мы дорабатываем сейчас часть, которая называется психология. То есть я сразу благодарю тех, кто зарегистрировался психологами и будет работать с нами как психолог. Почему? Потому что ваша связь нам важна. Мы всё писали под инфодайвинг и думали, что мы потом включим ещё два раздела и ничего дописывать не придётся. А оказалось, у психологов другой формат консультаций и другой формат, там требования другие. И сейчас, благодаря вам, мы можем дописывать конкретно под вас. И это идёт в очень оперативном режиме. Там висит ещё один номер техподдержки. Это прямой номер Владимира. И Владимир берёт прямо в режиме онлайна, он с вами выстраивает и дописывает вот эти части касаемой психологии. И я думаю, что в течение этой недели ещё запустится дописывание экстрасенсорики. Поэтому те, кто зарегистрируется на экстрасенсорике, точно так же для работы именно по партнёрской программе, точно так же мы будем признательны вам за те коррекции, что вы внесёте и скажете Владимиру, что надо вот это, вот это доделать для того, чтобы было удобно пользоваться. Потому что мы сейчас выводим платформу уже в такой вариант. Да, и это возможно именно уже, когда ты работаешь на платформе и видишь, то есть люди работают и ты видишь, что надо под них. То есть это уже под конкретную практику. Потому что до сих пор полностью все настройки, всю обратную связь давали мы через инфодайвинг. А в инфодайвинге отличительная черта, что мы работаем, во-первых, не привязываясь ко времени. Нам не надо, чтобы человек знал, когда у нас консультация. И мы работаем, у нас два человека работает. То есть если пишется консультация с разных стран, то надо два окна, чтобы горело. У психологов надо одно окно, надо привязка ко времени, надо графики там и так далее. Там есть свои нюансы. И вот эти нюансы, я думаю, будут еще какие-то свои нюансы и у экстрасенсов. Поэтому, пожалуйста, если там где-то какие-то замечания, сразу пишите в техподдержку. Мы вам будем благодарны, потому что сейчас платформа в активном режиме дорабатывается. И будут идти обновления. И если будет случаться так, что вдруг платформа зависла и вы не можете достучаться, это на короткий промежуток времени, значит, идет обновление, перезаливка. Но обычно мы делаем это в ночные часы по московскому времени. Обычно достучаться они могут там из США или из Владивостока. То есть, просто тогда смотрите по времени, надо будет чуть позже к нам зайти. на сегодняшний день мы принимаем платежи со всех стран. Еще раз повторюсь, каждый раз говорю, но каждый раз вижу, что люди все равно не слышали. Из России не проходит ни виза, ни мастер-карт. Работает только карта МИР на международку. В России заблокированы виза и мастер-карт. И когда карта МИР работает, обязательно 3D Secure. Точно так же, как и из других стран из США, Европы, неважно с какой страны вы платите, 3D Secure обязательно. Что такое 3D Secure? Это приложение, которое вы можете скачать и установить. Оно обеспечивает безопасность, чтобы данные вашей карточки не украли и банк проверяет то, что это операция нерискованная. То есть, в данном случае работает платежная система, которая гарантирует вам безопасность. Это не наши прибамбасы, это полностью банковский процессинговый центр контролирует платежную систему BePay. Она официальная в нашей стране и здесь работает на очень высоком уровне безопасность по карточкам. Поэтому 3D Secure это приложение по безопасности обязательно. Иначе платежи просто не будут проходить проверку и будут отбиваться. Так на сегодняшний день все работает и вот те нюансы, которые всплывали в течение этой недели, на уровне государств, на уровне разборок тут банковских, они уже закрыты и завершены. То есть, все работает абсолютно корректно, нормально. И у нас работают благодарности, у нас больше нет пожертвований, у нас больше нет донатов, у нас есть благодарности на платформе Subrition. Мы будем работать только через нее и благодарности идут через нее, если вы хотите поддержать наш проект. мы заранее приучаем сознание людей к тому, что я против налогов, я за благодарности. Это другой уровень сознания общества. Да, сегодня оно не готово, сегодня оно не готово говорить спасибо, сегодня люди вообще не готовы зачастую благодарить свои зеркала, потому что они не видят в другом человеке зеркало. Но в нашей жизни очень много людей, которые действительно зеркально отражают нас. По сути дела любой человек является нашим зеркалом и любое взаимодействие достойно слов благодарности. Итак, на этой прекрасной ноте я буду заканчивать. Сегодня в 18 часов у нас будет стрим, мы ответим на ваши вопросы, задавайте, присылайте, вечером мы отвечаем на них в 18 часов, а в 20 часов у нас будет практикум личность и авторитетность в науке. И мы, час теории, мы разложим нестандартный взгляд на науку, на то, где вы доверяете в тот момент, когда надо было бы проверять, как вообще обманывают в науке, какие вообще проходят процессы, которые влияют на вашу психику, когда вы заходите, просто вынося ответственность на науку и так далее. Там будет много точек рассмотрено нестандартного восприятия, так как вы не привыкли смотреть на науку, и мы будем рассматривать те процессы, которые в это время проходят с вашей личностью, как трансформируется она и во что она превращается. Это интересная часть теоретическая, и дальше будет практическое погружение, а вот про него я рассказывать не буду, оно будет нестандартным, оно останется у вас жизненным опытом, который научит вас говорить стоп в тот момент, когда вам захочется вынести авторитета из себя. И это первый шаг, еще будет две точки фиксации в следующих практикумах, которые тоже научат вас говорить стоп самому себе и оставаться авторитетом для себя самому. И после этого разум возвращается в то тело, в котором он и пришел играть. по сути своей все эти три практикума приводят к тому, что искусственный интеллект становится не над нами, а мы над ним. Ну, вот ты практическую часть сливаешь, ну, да, автоматизация уходит, мы с ней прощаемся, робот-автомат превращается в человека, 5% мозга заменяются, ну, ладно, минимум на 95. 5 оставим на безрассудное пустое. На погрешности какие-то. На погрешности, например, ну, унесло в секс и не подумало заранее. Ну, иногда аж хочется унести. Ну, иногда аж хочется улететь, да. Вот, для этого останется 5%. А 95 стоп и здравый рассудок должен возобладать в жизни. И осознанный выбор, осознанные решения должны оставаться за человеком. И тогда вы будете и здоровы, и счастливы, потому что ни один человек не хочет создавать херню, но почему-то создает. Вот это почему-то надо научиться говорить стоп, видеть эту херню и не создавать. до встречи сегодня на вечернем стриме и на погружении. Я знаю, что забыла. Я забыла сказать, что завтра начинается охрененный курс, который называется «Мерка оба личности». «Мерка оба, да». «Мерка оба личности» это курс, который с двух восприятий будет давать именно надсознание человека. Мы разложим его с разных восприятий. Это курс увлекательный, потому что там будет все, там будут и черти, и все, что хочешь, но при этом с разных восприятий это видится по-разному. Программа курса есть на сайте pup.by. Если вы зайдете в раздел «Курсы», откроете «Курс мерка оба личности», то вы увидите даже то, чем будет даваться и структура психики, техники перепрограммирования личности, два основных восприятия изнутри и снаружи, глубокое изучение структур эго, ума и высшее я, осознанное управление личностью, возможности восприятия в расширенном состоянии сознания, власть и управление, в чем разница с точки зрения личности и многое другое. Власти мы обязательно коснемся в этом курсе, потому что там тоже есть ключевой момент, когда человек останавливается в развитии и потом сваливается на эшафот. И этот момент надо осознать своевременно. Итак, до встречи, друзья, сегодня вечером и завтра на курсе. До встречи. До встречи. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok